Итак, значит, на конюшню требуются, значит, тоже анимации. Так, персонажу я убрал пока вот эту верхнюю попону, он все-таки на конюшне жарко, да, можно ему даже вот эту тоже убрать, чтобы он в одном жикете ходил. Это уже, значит, посмотрим, как там все это дело выглядеть будет и как он смотреться будет. Так, теперь, значит, ему нужно сюда что? Сеновал. И анимация будет на сеновале. Уже есть, значит, третья сцена расписана в сценарии. И потихоньку, сейчас мы к ней подойдем и потом попробуем сделать снимки. Все это дело, как обычно, по прошлым вариантам объединить и посмотреть, как эта сцена будет выглядеть. Пока в грубой разработке без дополнительных созданий эмоций, созданий каких-то там плавностей и так далее. Пока блок раскидываем. Так, что у нас получается? Значит, получается, вот есть персонаж. Ему сюда давайте закинем сеновал. Импорт, формат, общ, сеновал я показывал, как сделать в предыдущих роликах. Все с нижних идет к верхним. Если вам лучше, конечно, смотреть сначала. Я надеюсь, если вы на этот ролик попали, то и первый ролик вы найдете, если интересно. И уже тогда просмотрите, как это все дела тут обстоят. Так, значит, что нам нужно, опять же, видите, поиск с каждым разом все затрудняется, затрудняется, но ничего. Попробуем третью сцену и четвертую все-таки осилить. Так, значит, что нам нужно найти? Опять же, все по прошлым роликам. Заходим, значит, для вестернов все и находим сеновал. Сеновал, сеновал, значит, забыл я, как она называется, значит, локация, да? И КЛМН, и КЛМН, нет, значит, это с большими буквами, если с большими буквами, то будет где-то здесь. Вот, локация, конюшни, сеновал. Так, значит, столбы, стены, так, модели, картинки, столбы, сеновал. Так, смотрим, С, делаем сеновал. Протянем его, G, куда-нибудь назад. Потом там еще что-то можно будет добавить. Ну, в принципе, что, неплохой сеновал, единственное, что можно еще торчащие какие-то детали отсюда добавить, вот эти веточки, да? Я их потом найду, и потом просто картинки, как в предыдущем ролике по траве я делал, просто повтыкаю, ну, думаю, будет прикольно. Если нет, ну, такой вариант тоже, в принципе, неплохой. Все-таки мультфильм, как реалистичности я хочу сделать, чтобы было поменьше, чтобы меньше был напряг, и все-таки сцену эту, как говорят, допилить, да? Так, теперь что? Нам нужно анимацию. Если делать полностью анимацию, можно ее самому сделать, положить персонажа, ну, как он спит, там, это не проблема. Но эта анимация приблизительно есть, значит, в Миксама. Так, зачем напрягаться, когда у нас рик Миксама, можно найти эту анимацию и просто к нему подключить. Так, заходим, опять же, импортируем сюда fbx-файл. Так, анимации, это что тут такое? Looking, вот здесь он должен, так, looking по-английски, у меня вообще не в шезду. Так, смотрим это, что он делает. Ну, вот, тут смотрит, так, вот этому персонажу, зайдем в постмод, английская А, и пока вот эти анимации мы удалим. Так, вот, базовый у нас есть персонаж, этот персонаж у нас, значит, смотрит на сток сена, он устал и, значит, хочет спать. Так, берем эту анимацию, это уже в Object Mode, так, n-панель, скрин-коске я включу, если вдруг интересно вам будет, что я нажимаю, да? Вдруг захотите что-то это дело повторить, ну, возможно, да? Так, n-панель и найдем аддон Миксама, преобразуем, значит, кости в тот вид, который есть у нашего персонажа, выберем нашего персонажа и выберем Rig через Shift, левая кнопка мыши, делаем Ctrl-L и делаем, что у нас? Link Animation Date. Так, теперь, Link Animation Date и получается, что? Вот этого персонажа проверяем, отводим в бок, он нам больше не понадобится, он, как говорится, свое дело сделал. И получается, теперь раз, опа, есть анимация, он становится, и вот хорошо бы, чтобы он упал, значит, на сено, он устал и просто, значит, падать. Как падать? Нужно найти какую-то картинку, рефер, да? Так, ну, здесь больше махач, да? Что тут? Падение вперед, падение, так. Больше как-то по-боксерски, да? Ну, посмотрим, так, вот, есть. Так, здесь слишком ноги задранные, так, как будто от удара он падает, да? Не есть гуд. Так, смотрим, упасть, упал на спину. Вот, в солому, да? Ну, да, такого, в принципе. Упал, давайте, спиной на землю. Ну, как-то так может получится найти. Вот, тут можно еще вот это вот все дело повторить потом. Как будто он с крыши там прыгает или еще от кого-то. Вот, тоже неплохие можно взять для будущих, значит, анимации. С растяжением как-то тоже по-поделать, поиграть. Так, так, так. Ну, что я могу сказать, что придется выдумывать, да? Тут больше как-то спортивные. Больше как-то крутится. Ну, вот, вот этот подойдет, да? Значит, на одной ноге, одна нога задирается. Так, вот это я скриншот сделаю. Ну, вот, с этим делом давайте попробуем поработать. Значит, есть персонаж. Есть у него первый кадр. Есть следующий кадр. Он смотрит. И, значит, на 121-м давайте. 121-й или 120-й лучше выбрать, наверное. Так, 120-й выбираем. Тройка на нампаде. N-панель можно закрыть. Перетягиваем наш таймлайн. И, значит, что выбираем, значит, выбираем наши вот эти кости. Заходим в постмод. И так вот делаем, значит, как G. Вот так вот. G. Руки оттягиваем. Тройка на нампаде. Голова, значит, подкручивается. Значит, R. Тело подкручивается. G. Ну, как-то так. А. И потом, значит, допишем. Так, значит, удаляем. И сразу делаем на каком-нибудь... Давайте на 150-м, что он лежит, да? Так, это, значит, G. R. Что еще тут может у него произойти? У него, значит, вот эти руки должны G подойти поближе. R перекрутиться. Одна нога должна чуть-чуть приподняться. R перекрутиться, как бы вот так, да? Эта нога уже, значит, на пятке. А. И прописка. Так, это не последний кадр. Это, значит, должен быть где-то вот здесь. И следующий кадр, значит, он падает. Значит, G. R. Эта нога тоже поднимается в воздух. Ну, так, чуть-чуть, да? Эта еще больше поднимается. руки. Теперь, значит, G должны перекрутиться. R. Ладони должны перекрутиться. Ух ты! А что это за кака такая? А ну-ка, G. Ух ты! как это так могло с персонажем произойти, что у него, значит, рука так настроилась. А ну-ка. А, все, сейчас, G. Вот, и до этого вот колбасни, вот так она должна. Локоть там, а R плечо тут. так, значит, та же самая песня. G. Рука ложится сюда, R перекручивается, ладонями, значит, вниз. Так, что-то я их не вижу, эти ладони. так, а ну-ка, R находим теперь этот локоть, G, перекручиваем локоть, чтоб руки здесь вот не перекручивались, да? И рука, значит, как бы ищет место для падения. Вот так вот. Раз. Еще так тройка на нампаде, значит, R как бы оно то ли больше должно перекрутиться, то ли меньше. А ну-ка, вот так надо. А, и а ну-ка, так, и тут уже место нужно, как бы точку нельзя ловить, да? Тогда, оп, ну, давайте конечный сделаем. Тогда G R тоже перекручиваем G руки, значит, ложатся на траву, вот так вот. А наш персонаж прям глубже в солому впадает. И, значит, голова у него здесь остается, ну, ложится, а G шапка, короче, R слетает. Вот так вот. так, G ноги, значит, сюда идут, а и прописка. Так, теперь G перетягиваем ее сюда, и убираем вот эту точку скольжения, да, где он начинает падать, тут, по-моему, так, раз, вот на этом кадре, и эта нога должна подняться. Так, это тогда больше как-то уйти в бок, и значит персонаж у нас должен как бы вытянуться, да, вот так вот, оп, G это значит поровнее делаем, а и так, и вот здесь видите, точку надо поменять, он же как-то еще оттолкнуться должен, тогда получается вот эта точка, выбираем площадку, и значит здесь он вот так летит, и прописка, здесь значит он еще дальше пролетает, и прописка, тут тоже и прописка, здесь вот уже затянуто, видите, что слишком долго, а сколько тут получается 129 и 140, это получается 130, 140, это 10, ну, полсекунды, это 30, так, в секунде, сколько там, 60 этих, чего-то, да, ну, давайте попробуем это G, передвинем на 135, потому что падение ускоряется, и можно делать каждый пятый кадр, тогда G сюда, здесь мягкости чуть-чуть побольше, ну, в принципе, давайте тоже по 5 сделаем, а ну-ка, английская А, здесь 120, 125, ну, в принципе, так, а ну-ка, оп, и получается опять же прописываем площадку, и, так, а здесь у нас вот на этом кадре, да, это значит G, 145 у нас теперь стоит, и здесь уже десятку добавляем, а ну-ка, G, и здесь тоже G, так, когда раз он дальше ушел, здесь нужно немножко его приподнять, и тогда шапку уже положить в другое место, вот сюда где-то, так, или наоборот, ну-ка, где-то она вбоку летает, потому что он когда падает, по-любому голову чуть-чуть вбоку уводит, так, значит, тут G, шапка у него тоже, ну, перекручим поприкольнее, чтобы ее нормально видно было, так, и тогда вот эта вот рука глубоко, значит, провалилась, руку мы как-нибудь так, вот так вот сделаем, так, а эту руку, ну, в принципе, тут она пусть и будет, так, таз опущен, все на расслабухе, короче, а, и прописка, так, убираем скольжение, выбираем площадку и удалим какие-нибудь, значит, покадровки, да, так, вот здесь уже затянуто, а ну-ка, а, так, значит, G, тут, 135-й, 130-й, 140-й, G, перетягиваем на 135-й, так, тогда вот этот промежуточный кадр тоже удаляем, так, вот здесь уже нормально, раз, и он как бы лег, а здесь, наверное, еще быстрее надо сделать анимацию, так, значит, вот эту анимацию, так, это G, G, да, а ну-ка, здесь где-то помеха, какой-то кадр, так, а ну-ка, R, вот так, а, и прописка, так, падешь, да, так, ну, здесь вот можно затянуть, а ну-ка, G, 145-й, 5, 5, здесь где-то 9, 10, так, а ну-ка, было бы, конечно, проще, если бы ровно он упал, но там было бы неинтереснее, короче, весь смысл в чем, видите, он когда начинает падать, вот здесь раз, и у него одна точка держится на ногах между двумя вот этими кадрами, и получается 125-130, здесь, наверное, нужно английское нажать, и вообще уменьшить падение, падение идет где-то, вот смотрите, все падение должно где-то уложиться и раз, где-то в секунду, секунда, это 25 кадров, получается, что все падение должно уложиться хотя бы в 30-ку, если у нас получается здесь 24, а здесь 40, так, 24, а здесь 40, получается 42, так, а ну-ка, давайте их расставим по пятерке, так, это G, 30, и G, 25, это получается 10, 15, ну, 20 где-то почти секунда, если мы сейчас изменим вот эти кадры, вот этот кадр, площадку немножко передвинем, и здесь натянем персонажа, да, вот так вот, оп, А, И, то скольжение должно как бы убраться, оп, здесь уже, где он падает, ноги поджимаем, да, как бы подтягиваются к нему, идет подстраховка, идет А, И, и смотрим, так, а ну-ка, при падении G, он должен замедлиться, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, так, вот, раз, видите, вот, точку, одну ловится, точка, получается, здесь уже персонаж должен быть еще, как бы, ниже, и как бы еще более изогнутый, и тогда руки у него должны быть раз, еще расставлены побольше, А, И, как, косяк теперь в чем, у него теперь мертвая точка есть, вот это, раз, два, вот, и когда вот этот кадр пробуем удалить, эта шапка улетает чуть раньше, и прописка, а ну-ка, так, пока поставим 150 кадров, и немножко пошлифуем, так, вот стоит персонаж, и, оп, здесь быстровато начинает падать, значит, значит, что, G, затянем анимацию до 30-ки, начало падения, да, так, следующий вопрос в чем, смотрите, значит, наш персонаж лежит на соломе, но у него вот рука здесь, значит, провалилась, что можно сделать, создать движение соломе, да, как будто он упал, как это можно сделать, можно выбрать, значит, наши вот эти вещи, самого персонажа, и, как в прошлых роликах я показывал, сделать, как, динамическое рисование, это будет у нас холст, холст, а это будет у нас кисточка, и все это дело настроить, и когда он будет падать, будет вмятина, но мне этот способ сильно не нравится, потому что это все равно забирает какой-то ресурс, давайте просто шипкеями опять это все дело поподелаем, шипкея, это вообще сила такая, что мама, не горюй, все можно сделать, так, скульпмод, и смотрим, да, смотрим, где у нас кисточка, натянучку ставим, и вот это все дело, так, а ну-ка, возможно, не хватает полигонов, а ну-ка, а, пардоньки, не то я выбрал, не туда нажал, значит, что, заходим в обжит-мод, выбираем наш вот этот стеновал, и будем делать сеновал тогда, так, заходим в скульпмод, выбираем кисточку, и как раз это дело вминаем, потом здесь где-то надуваем, вдавливаем, а там где-то создаем движение, так, здесь у нас пол башки, значит, скрыто, с одной стороны это хорошо, но с другой не очень, так, упал персонаж, так, здесь у нас шляпа тоже должна быть открыта, что еще, и, значит, теперь F большая кисточка, и вот так вот, хоп, ну, как будто он упал, а это все начало двигаться, ну, какое-то движение у соломы все равно происходит, так, и солома как бы наползает на нашего персонажа, его окутывает, да, ну, так как-то, таким вот образом, рука у нас на весу, добавим здесь тоже, вот так вот, чтобы прям солома как будто его чуть-чуть поглотила, так, ну, и тут к штанам тоже прибавим, персонаж провалился, короче, опа, и солома двинулась, без движения будет неинтересно, так, все это дело прописываем, а здесь, значит, где он только падает, вот здесь, убираем в ноль, и получается раз, он такой, бух, здесь он идет уже мягкое падение, и хоп, короче, вытягивает солому ногами, в принципе, прикольно, ну, вот такая информация, так, здесь уже оставляем, ничего не меняем, вот уже подготовлен персонаж, так, здесь вот чуть-чуть есть косяк, Ctrl-Z, что сделаем, зайдем в Object Mode, теперь зайдем в текстуру Paint, выберем S, английская, как, Ctrl-Z, Ctrl-Z, уменьшим, значит, интенсивность, там, где-то чуть-чуть подкрасим, маловато прибавим, потом выберем C, S, пардонки, английская, зеленый цвет, кисточку, значит, F, английская, чуть поменьше, так, тут тоже подкрасим, выберем коричневый какой-нибудь, здесь выберем какой-нибудь зеленый, так, интенсивность чуть побольше, вот, в этом взбрас, как-то четко цвет выбирается, а здесь вот, чуть-чуть не те тона, и там как-то проще рисовать, так, здесь у нас такой цвет, тут у нас чуть светлее, потом тут у нас еще какой-то C, Ctrl, Z, чуть-чуть интенсивность поменьше, и, значит, S английская, F, кисточку поменьше, и вот так, как-то, а ну-ка, Ctrl, Z, еще интенсивность поменьше, вот так, как бы, точечно, да, и, и потом размываем вот эту штуку, ну, уже неплохо, вот это еще, а ну-ка, так, это уже можно на Shift-ом потом загладить, так, ну, в принципе, что, в принципе, ничего, да, а ну-ка, побольше интенсивность, вот, пойдет, теперь зелененького добавим, ну, ну, и здесь тоже замалюем чуть-чуть, чуть-чуть, так, Ctrl, Z, ну, пойдет, сохраняем текстуру, заходим в эту функцию, SaveAllImage, и теперь смотрите, нужно зайти в шейдинги, так, что у нас, ай-яй-яй, э, думает, да, все, он сохранил, теперь, заходим в Object Mode, заходим в шейдинги, находим нашу эту текстуру, и пересохраняем ее заново, так, это персонаж, бандит, бандит, одежь, вот она, оп, вот она сена, видите, уже закрашенная, нажимаем на вот этот, полосочку, Image, и делаем, что мы делаем, Save As, смотрим, какая тут текстура, конюшня, модель, картинки, так, вот она есть, и формат, PNG, сохраняем ее сюда, значит, Сеновал, ну, пускай будет, 2, Save, так, теперь, нужно же ее тут, поменять, заходим сюда, и находим ее тут, Сеновал 2, Open, все, подключили, Layout, ликвидирован, косяк, все, персонаж есть, все нормально, все, зашибись, вот такая штука, так, если мы теперь, шипки вернем назад, в принципе, чем, в принципе, ничего, нормально, все, значит, у нас в траве, рука лежит, нормально, все, зашибись, все, солома ожила, осталось теперь, добавить, вот эти волосюшки, здесь, картинки, как будто солома торчит, да, и будет вообще, шик, блеск, красота, это файл, сейв, сохраняем файл, все, значит, для сцены, когда он приехал на конюшню, уже, в принципе, все есть, здесь, здесь он, значит, зашел на сеновал, не надо будет показывать, как он заходит на сеновал, просто, вот так вот, показать ноги, потом, значит, камера, вот так вот, поднимается, поднимается, и, короче, запускается анимация, он смотрит назад, и такой, бац, все, пацан с дороги устал, и ночь наступает, а потом, значит, его будет будить уже, Мантерсон, Мантерсон, и будет у них диалог, потом там будут они сюжет развивать, развивать, и потом они уезжают, значит, с конюшней, в дом этой какой-нибудь барышни, где он станет на постой, но это будет дальше, так что, если интересно, смотрите, что произойдет дальше, все, всем пока,